Всем привет, меня зовут Артём и вы смотрите Кадакраб ТВ. В сети появился трейлер новой главы киновселенной Марвел, которая должна ответить на многие вопросы фанатов, в том числе и о той самой сцене после титров Войны и Бесконечности, а также о том, где находилась Кэрол Денверс на протяжении всего периода киновселенной. И мне кажется, главное, что делает его таким особенным, это время его событий. Ведь фильм расскажет нам историю, которая происходила уже в далёких 90-х и будет пропитан тем самым духом старых культовых боевиков. Поэтому-то я и заточил свои ножницы, чтобы нарезать этот трейлер на мельчайшие детали и рассказать вам, что нам показали в трейлере Капитан Марвел. Кстати, возможно, вы не в курсе, но Капитан Марвел наполовину человек и наполовину Кри. Ну а представители этой расы отличаются от людей своим цветом кожи. А всё потому, что их цивилизация высокоразвитая, и у них давно есть Шоу-Джет. Шоу-Джет, если вы вдруг не знали, это бесплатный онлайн кинотеатр, в котором можно смотреть сериалы без смс-регистрации до пусинения. Вообще сейчас, в эпоху сериалов, онлайн кинотеатры получили невероятную популярность, но, к сожалению, большинство из них пиратским, поэтому часто контент на них оказывается заблокированным или изъятым по просьбе правообладателей. Именно поэтому такие сервисы, как Шоу-Джет, приобретают исключительно лицензионный контент и нанимают профессиональных актёров озвучки. Ну а с удобным мобильным приложением в App Store или Google Play можно посинять даже на ходу. Ссылка в описании. Для начала я хочу обратить ваше внимание на то, что совсем недавно нас посетил трейлер нового фильма во вселенной DC под названием Шазам, разбор которого я тоже делал на своем канале. Так вот, в нем я рассказал вам о том, что изначально Шазам назывался Капитаном Марвелом, однако затем, из-за проблем с авторскими правами, это имя перешло к герою Marvel Comics, Марвелу. И впоследствии этот титул стал носить и Кэрол Денверс, героиня этого фильма. Ее история достаточно интересна, ведь Кэрол, словно чудо-женщина, одна из главных феминистических икон современности. Но, учитывая современные тенденции кинематографа к увеличению числа женских ролей и женщин-супергероев, фильм во вселенной Марвел про феминистку и ее темнокожего напарника выглядит достаточно современно, даже несмотря на то, что его события развернутся в 90-х. Сюжет картины пока что остается в тайне, и так будет до премьеры, ведь все мы знаем, как Марвел любит прятать детали и показывать нам ложные кадры. Я уже рассказывал вам о том, что почти 90% кадров трейлеров «Войны бесконечности» были изменены или вовсе вырезаны из финального фильма. Однако мы уже знаем, что в основе сюжета лежит история из арки «Война с Круллов и Кри», разворачивающаяся на страницах в восьми выпусках «Мстители. Начало 70-х». В трейлере видны параллели с этой историей, а присутствие главных действующих лиц сюжета дает повод для наших размышлений. Поэтому хорош трепаться, или, как говорится, «Катакра». Поехали! Трейлер открывает взрыв космического корабля, от которого отделяется спасательная капсула. Пока что неизвестно, что за корабль потерпел крушение, но, скорее всего, это корабль «Кэрол», на котором она по комиксам бороздила космические просторы. Но, учитывая, что в космическом вакууме развернулась полномасштабная война двух высокоразвитых цивилизаций, Кри и Скруллов неудивительно, что первым кадром нам как раз и показывают хронику событий этих «Звездных войн». И, чтобы ввести вас в курс дела, поясню – синие Кри и зеленые Скруллы – враждующие расы высокоразвитых инопланетян, которые обладают своими уникальными способностями. Кри обладают очень высоким интеллектом и могут создавать практически любые технологии, а Скруллы могут изменять свои тела и превращаться в кого угодно. Обе расы имеют своих шпионов на нашей планете и рассматривают Землю как важный стратегический объект в этой войне, поэтому неудивительно, что именно на нашей планете и произойдут некоторые важные военные события. Но, несмотря на то, что корабль взорван, его капитан, конечно же, жива и направляется прямиком на Землю, вместе с обломками своей спасательной капсулы. И кажется, что падение с такой высоты должно было бы убить Кэрол, но это не так. На самом деле, ей бы даже не потребовалась спасательная капсула, ведь она, как сказал отец киновселенной Кевин Файги, – самый сильный персонаж киновселенной. Обратите внимание на то, как она приземлилась. Да, именно приземлилась, а не упала, как наш старина Бэннер. Она схватила обломок своей капсулы и запрыгнула на него, как щилдсерфер. Кэрол уже в первом кадре совершила самое эпическое супергеройское приземление. Прямиком в старый добрый Лос-Анджелес, любимую локацию боевиков 90-х, в культовый магазин видеокассет под названием «Блокбастер Видео» в раздел «Боевиков». «Черт возьми, черту пуивери». Кстати, если вы не знаете о сети «Блокбастер», то это неудивительно. Значит, вы не жили в США в 90-х. Ведь в то время эта сеть была на пике своей славы. Видеопрокат «Блокбастер» был абсолютно везде. Поэтому у всех американцев одна эта надпись вызывает очень сильный прилив ностальгии по 90-м. Сейчас эта сеть на грани банкротства, но в то время это была мультимиллиардная корпорация. Когда я впервые увидел этот кадр, я моментально вспомнил магазин «Блокбастер Видео», в котором был в 2011 году. Да, «Блокбастер Видео», мне кажется, я даже знаю это место. Это Лабреа и Уилшир, по-моему. Я зашел туда случайно, гуляя по городу, и его ламповость и киношность навсегда отпечатались в моей памяти. Именно поэтому я выбрал гаммой своего канала сочетание синего и желтого, так как с уютной атмосферой кино у меня ассоциируется именно магазин «Блокбастер». Я предположил, что это мог вполне быть тот магазин, в котором был и я, на пересечении авеню Лабреа и бульвара Уилшир. Правда, там сейчас стройка. А вот в 90-х этот магазин точно был на этом месте. Мы видим, как Кэрол в исполнении оскароносной Бри Ларсон приходит в себя посреди обломков кассетного стенда и спасательной капсулы и выходит в большой мир, словно потеряв память. И это самое интересное. По канону Кэрол Денверс была пилотом ВВС США, агентом Щ.И.Т.А. и даже его директором, вместо Ника Фьюри, а также работала в космическом агентстве НАСА. Там она влюбилась в своего напарника, доктора Уолтера Лоусона, который оказался тайным агентом Кри по имени Марвел. Его в фильме сыграл Джуд Лоу. Марвел первым носил титул Капитана Марвела, и лишь спустя несколько лет после его смерти этот титул перешел Кэрол, а затем также сменил еще нескольких носителей. С Марвелом она пережила множество приключений, пока однажды не попала под взрыв мощнейшего инопланетного устройства – психомагнетрона, способного материализовать мысли. Его энергия изменила ДНК Кэрол, сделав ее гибридом Человека и Кри и наделив сверхспособностями. Она стала супергероем по имени Мисс Марвел. В киновселенной, правда, она сразу перейдет к титулу Капитана, а это значит, что Марвел имеет все шансы покинуть нас уже в первом своем фильме. Так вот, дело в том, что о своих способностях Кэрол не догадывалась достаточно долгое время. А все потому, что когда выходило ее альтер-эго, Капитан Марвел Кэрол уходила в забвение и ничего не помнила. Так же, как и Брюс Бэннер, когда становится Халком. В общем, Капитан Марвел и Кэрол Денверс – это, грубо говоря, два разных персонажа. Поэтому, возможно, упав на Землю, Капитан Марвел использовала все свои силы, чтобы смягчить удар и ушла в подсознание, оставив место Кэрол, которая никак не может понять, как она очутилась тут. Словно как Халк принял удар на себя и ушел в чертоге разума Бэннера. Однако, судя по ее словам, кажется, что именно Землю она и забыла. Как будто я жила здесь. А значит, что это слова Капитана, которая ничего не помнит о Кэрол. Да, это кажется сложным. Давайте немного поясню. Если это Кэрол, то она должна помнить Землю и Лос-Анджелес. И для нее будет абсолютным сюрпризом узнать об инопланетной войне, в которой она принимала участие. А если это Капитан Марвел, то Земля для нее должна быть стратегическим объектом, на который она случайно приземлилась и внезапно поняла, что это место ей знакомо. Знакомо на уровне подсознания, ведь в нем и прячется Кэрол. Именно поэтому она и говорит о прошлой жизни тут, которую вспоминает во флешбеках, бегает за скруллами, утверждает, что она не отсюда. Так значит вы не из наших краев? Это сложный вопрос. И что она не та, за кого ее принимают. I'm not what you think I am. Поэтому, скорее всего, это именно Марвел, которая случайно вернулась на родную для своего альтер-эго планету, пережив крушение своего корабля во время войны со скруллами. О ее участии в военном конфликте также и говорит ее зеленая форма. Это военная униформа воинов расы Крим, к числу которых принадлежит Капитан Марвел. На ней можно заметить звезду, которая называется Звезда Хала, от имени главной планеты Империи Крим. Халы, которую мы, скорее всего, увидим на экране. И как мы узнаем далее в трейлере, Капитан входит в отряд элитных воинов Крим под названием Star Force. И именно в его составе мы видим ее, вальяжно шагающий к своему космическому кораблю. Членов ее команды можно было разглядеть в первых кадрах из фильма. И среди них вы точно заметили знакомое лицо карата-преследователя. В исполнении Джимона Хонсу, который искал Камень Силы вместе со Звездным Лордом в начале Стражей Галактики. Остальных персонажей также узнать несложно. Слева можно увидеть лидера отряда Star Force, Ронана Обвинителя, которого я очень рад увидеть на экране. Да, нравится мне этот синий парень еще со Стражей. Его вновь воплотил на экране король лесных эльфов Трандуэлл из Хоббита, Ли Пейс. Ну а рядом с ним новый персонаж киновселенной, Марвел, который тоже в их отряде. Пока что. Ну а справа идут Карат, Атлас, роль которого сыграл Алгенис Перес Сото, главный герой предыдущего фильма режиссеров Капитан Марвел. Затем Брон Чар в исполнении Рюна Темпта и Доктор Минерва, чей образ на экране воплотила Квинтесса из Пятых Трансформеров Джемма Чан. По канону Капитан Атлас и Доктор Минерва, так же как и Марвел и Кэрол, подвергались излучению психомагнетрона и обрели сверхспособности. Но в киновселенной все может быть иначе. Ведь в комиксах Капитан Марвел не была в составе Старфорс, а в фильме ей придется воевать плечом к плечу с двумя будущими союзниками Таноса – Ронаном Обвинителем и Каратом Преследователем. И скорее всего в фильме мы также узнаем, почему они решили примкнуть к фиолетовому безумцу. Хотя тут вроде бы все очевидно, ведь изначально члены отряда Старфорс были суперзлодеями, воевавшими с Мстителями. Правда, ради своей идеи. Однако мы можем только догадываться о том, каким же будет этот отряд Кри и какие цели он будет преследовать в фильме. Ведь по словам режиссеров картины Анны Боден и Райана Флека, оригин и история Империи Кри в киновселенной значительно отличаются от канона. Кстати, обратите внимание на сцену в метро. Кажется, что это продолжение той сцены с падением на землю. Однако, судя по ее уверенной походке, чистому костюму и гладкой прическе, кажется, что это сцена из другой части фильма. Той, в которой она гонится за Скруллом, прыгая по поездам метро и избивая старушек. После логотипа студии Марвел с очередным напоминанием о том, что киновселенной в этом году исполнилось 10 лет, мы видим, как Кэрол и Ник заходят на какую-то секретную базу щита, судя по эмблеме на ее кепке. Кэрол работала на щит, так что кажется, что ничего удивительного в этой сцене нет, если бы не ее кепка. Кепка фильма киновселенной Марвел давно стала негласным символом маскировки. Так что, скорее всего, это Капитан Марвел. В одежде Кэрол пытается узнать какие-то важные сведения или вспомнить историю своего альтер-эго. Ведь по комиксам Капитан Марвел обрела свою истинную силу, когда слилась с Кэрол Денверс, вспомнив о ней. Так что, вероятно, такое развитие персонажей нам и предстоит увидеть в киновселенной. Ведь все персонажи киновселенной встретили Таноса измененными. Кто-то изменил полсотни костюмов, кто-то потерял и приобрел глаз с новым молотом, ну а кто-то ушел в бега и отпустил бороду. Так что и Капитан, очевидно, проапгрейдится. Кстати, на промо-кадре из этой сцены можно было заметить, что Кэрол носит футболку с логотипом группы Nine Inch Nails. Эти ребята уже давно в киноиндустрии, словно свои. Я уже рассказывал вам в предыдущем новостном выпуске о том, что их фронтмен Трэнд Трэзнер и их новый участник Атикус Рос получили статуэтку Оскар за лучший саундтрек, который они написали для фильма «Социальная сеть». Очень приятно видеть такую уважительную отсылку к этим талантливым ребятам. Судя по тому, что вместе с ней Ник, очевидно, Ник узнал Кэрол, ведь они вместе работали на щит, когда она пропала. Ну а судя по следующему кадру, становится очевидно, что Ник в курсе и об инопланетянах, а именно о Скруллах, которого и препарирует эти ребята из Розвола. Судя по тому, как уверенно Фьюри держит эту мощную инопланетную пушку в цветах формы Скруллов, кажется, что он уже неплохо осведомлен об их цивилизации. И возможно, именно он и поймал этого зеленого человечка, который успел набить ему фингал. Обратите внимание на то, как Фьюри приложил лед к своему левому глазу. И это очередной своеобразный подкол от студии Марвел. Ведь все мы с нетерпением ждем, когда же нам покажут, как Фьюри надел ту самую повязку, который всегда появлялся в киновселенной. И даже несмотря на то, что он приложил лед к тому же глазу, повязку надевать ему еще рано. На фотографиях, которые опубликовали Марвел, можно было увидеть его рассеченную бровь. Так что в этот раз все точно обойдется. Кстати, как я и говорил в эпизоде серии «Неужели о Докторе Стрэнджа», Ник Фьюри точно знал об инопланетной угрозе задолго до создания Мстителей. Однако он аргументировал необходимость создания команды супергероев перед начальством существованием Тора. Так что, вероятно, он скрыл факт присутствия Скруллов на нашей планете. Возможно, для того, чтобы уберечь Кэрол. Или потому, что работал в полной секретности. И мне кажется, что у них будут отношения. По комиксам у Карл были отношения с Джеймсом Роудсом. Но во вселенной ее любовью вполне может стать другой темнокожий персонаж. В этом кадре также можно заметить этого седого мужчину в пиджаке, который явно является каким-то высокопоставленным лицом в щите. Но вспоминай кадры со съемок, на которых мы видели персонажа Бена Мендельсона, который просто создан для злодейских ролей. Кажется, что это именно он. И в комиксе «Война с Круллов и Кри» был один персонаж, который вполне подходит для роли Бена. Уоррен Кредек. Он руководил комиссией по делам пришельцев и пытался поймать Марвелла, так как был замаскированным Скруллом. И, скорее всего, именно этот сюжет и повторится на экране. Ведь, судя по утекшей информации, Мендельсон сыграет Скрулла по имени Талос. Правда, по канону Талос был необычным Скруллом. Он отличался от своих собратьев генетическим дефектом и не мог изменять свою форму. Но, как видите, в киновселенной ему это удастся. Так что Талоса вполне могли скрестить с начальником своеобразной Зоны 51. Кстати, на фоне мы можем услышать слова Ника Фьюри, который явно говорит о Кэрол, называя ее Перебежчиком. Перебежчиков я вижу сразу и насквозь. И это очень примечательно, ведь если Капитан Марвел Перебежчик, значит, что она предала свой отряд Старфорс и пустилась в бега. А это может значить, что и взрыв ее корабля – это дело рук не Скруллов, а ее напарников. Ну а судя по ее близости к Фьюри и Щиту, кажется, что перебежала она на сторону Земли, которая внезапно стала ей очень родной. А вообще, внедрив Скруллов в киновселенную, становится крайне трудно предугадать событие, ведь по идее сама Кэрол в трейлерах может быть Скруллом, ведь по канону Скруллы превращались в Капитана Марвела. Ну или же Ник, узнав о Скруллах, произносит эту фразу Перебежчике персонажу Бена Мэндельсона, подозревая его маскировки. А может быть он говорит Марвеллу, который скрывал свою истинную личность, выдавая себя за Доктора Лоусона. Вариантов тут действительно масса. И это хорошо, ведь непредсказуемость сюжета в наши дни – большая редкость. Затем мы видим, как на околоземной орбите появляется космический корабль, отключив свою маскировку. Трудно сказать, чей это корабль. Он точно не похож на корабль Кэрол, его мы увидим далее в трейлере. Поэтому стоит предположить, что это корабль Скруллов, особенно учитывая маскировку. Но его цвет тоже больше похож на фиолетовый цвет брони Скруллов, чем на зеленые военные тона армии Кри. Правда, судя по кадру далее, это также может быть и корабль Ронана, который тоже сыграет свою важную роль в сюжете картины. Судя по слухам, он повторит сюжетную арку войны Скруллов и Кри и решит сделать из земли военную базу армии Кри, вернув планету в доисторическое время. По канону ему помешали Мстители, и есть огромная вероятность того, что и в этом фильме мы также увидим похожий сюжет. Ведь отряд Мстителей определенно точно должен был существовать в 90-х. На это есть множество намеков, как в фильмах, так и в сериалах. Я уже почти доделал видео об этом старом отряде, в который вполне могли входить Человек-муравей и Оса, Черная Пантера и даже Билл Фостер в роли Голиафа. Но об этом я расскажу в отдельном видео уже совсем скоро, а сейчас приведу аргументом лишь слова Ника Фьюри из удаленной сцены Стора. В этом кадре можно также заметить и другой корабль, гораздо меньшего размера, и очень похожий на земные летательные аппараты. И мне кажется, что в этой сцене мы видим, как Кэрол впервые вышла в открытый космос, на новом летательном аппарате Щита, который может быть прототипом Квинджета. Ведь, как мы поняли из предыдущей сцены, Щит и в 90-х имел передовые разработки, а Кэрол, как и по канону, была летчиком ВВС и работала на Щит, раз уж ее отпечаток приняла система. Ну а еще, как я уже говорил, Кэрол работала в НАСА, где познакомилась с Марвеллом и отправилась в инопланетные приключения. Так что есть вероятность, что в киновселенной ее Ориджин смешали в единую историю, в которой она, будучи летчиком, работая на Щит, испытывала их новый летательный аппарат, способный совершить выход на околоземную орбиту, пока не наткнулась на неопознанный объект, который изменил ее судьбу. В конце трейлера, вероятнее всего, мы и видим эти события. Кэрол в военной униформе выходит в открытый космос и еще не осознает, на что наткнется. Затем мы слышим, как Фьюри рассказывает, за что мы так любим старые добрые боевики. И видим своими глазами то, о чем он говорит. Вероятно, именно Фьюри и устроил эту погоню, чтобы любой ценой догнать пришельца. Только за кем именно он гонится? За тем же, за кем так спешит Капитан Марвел или за ней, считая ее инопланетянином в бегах? Судя по тому, что Фьюри будет работать на подставное начальство в виде Скрулла Бена Мендельсона, неудивительно, что у него будет тот же приказ, что и в комиксах – поймать Капитана Марвел. Правда, по комиксам от него сбегал Марвел. Обратите внимание на то, что кадры погони так или иначе включают в себя общественный транспорт. Видимо, Скрулл, за которым, очевидно, бежит Кэрол, сначала сел на автобус, а затем пытался скрыться в метро, где его нашла Кэрол и пыталась поджарить своими каноничными энергетическими лучами. Очень сильно пыталась. Правда, по канону ее энергетические проекции, ну или лучи, были больше похожи на выстрелы Вижена или Старка. Однако тут кажется, что у нее вместо кулаков огнеметы. Ну, главное, что не базуки. Затем, после спины Фьюри, словно из детективного сериала, мы видим достаточно странный кадр. Он в сопровождении полиции приезжает на место преступления и встречает Кэрол, улыбчиво снимая очки. А странный этот кадр по двум причинам. Во-первых, это снова магазин-блокбастер. Можно заметить его вывеску вверху кадра. И, судя по всему, времени после падения прошло достаточно много. Вряд ли бы Капитан стояла тут с закрытыми глазами все утро. Но, во-вторых, странна и улыбка Фьюри. Ведь если он здесь, чтобы устранить инопланетную угрозу, то определенно точно должен был схватить Кэрол. И это снова может говорить нам о том, что он вспомнил ее. И между ними действительно что-то было. Правда, судя по ее безразличному выражению лица, кажется, что Оскар ей дали незаслуженно. Я просто должен был пошутить эту шутку. Нет, я хотел сказать, что судя по ее лицу, она не помнит его. И именно поэтому говорит ему в следующем кадре, что она не отсюда. И что это все очень сложно. Затем мы видим, как корабль Star Force приближается к какой-то планете. Очевидно, что это не Земля. Обратите внимание на сияние по ее краям. Магнитное поле планеты явно отличается от нашего. Так что, быть может, это планета Торфа, на которой, судя по заявлениям портала Entertainment Weekly, команда Star Force будет проводить свою военную операцию. Это также может быть и Хала, планета Империи Крим. И именно ее столицу и рассматривает наша героиня в следующем кадре. В этом коротком кадре невозможно рассмотреть этот город. Но мне кажется, что он чем-то напоминает Сакаар. Ну или же Ваканду. Трудно сказать, кто сейчас в сознании, Кэрол или Капитан Марвел, но кажется, что в трейлере есть подсказки. В кинематографе очень часто используются разные визуальные приемы, которые незаметны нашему глазу, но подсознательно помогают нам понимать то, что хочет сказать режиссер. Такими приемами могут быть цвета одежды, фона или какие-то другие символические триггеры для нашего подсознания. Например, в «Звездных войнах» развитие Люка сопровождалось цветом его одежды. И мне кажется, что в этом фильме Кэрол и Капитан Марвел будут иметь одно отличие, на которое мы не обратим внимания в фильме. Но наше подсознание всегда будет говорить нам, где Кэрол, а где Капитан Марвел. И дело даже не в униформе, дело в ее волосах. Мне кажется, что превращение Кэрол Денверс в Капитана Марвел будет символически обыгранной ее прической. Обратите внимание, что на всех кадрах флэшбэков ее волосы убраны в хвост. Так вот и в этом кадре кажется, что ее убранные волосы словно намекают нам, что это Кэрол. И об этом также может говорить еще одна деталь. Обратите внимание на этот светящийся чип на ее шее. Если она не репликант, то вероятнее всего это дыхательный аппарат, ведь на Халле другая атмосфера. Ну и далее нам показывают нарезку из ее флэшбэков, в которых мы узнаем ее военное прошлое. Мы видим, что как и по канону, Кэрол с детских лет питалась страсть к полетам. И затем поступила на учебу в Академию Военно-Воздушных сил США, о чем говорит аббревиатура на ее футболке. А затем она поступила на службу в командование ВВС США, судя по нашивке на ее груди. Примечательно, что командование ВВС США было расформировано в 1992 году, а значит, что ее служба проходила до 1992 года. То есть во флэшбэках, раскрывающих ее историю, мы вполне можем увидеть и Говарда Старка. Ведь он был убит в 1991 году, и об этом пестрили заголовки всех газет планеты. Мы также видим, что напарником Кэрол была Мария Ромбо, которая по канону является матерью другого известного персонажа Марвел, Моники Ромбо, известной как Фотон. Интересно, что такое же название имеет и самолет Марии. Но, судя по словам порталовой Райти, съемки фильма проходили в Луизиане. И именно в этом штате и жила семья Ромбо. Видимо, с ее помощью Кэрол удастся вернуть себе память. В этих флэшбэках мы также можем заметить, как история Кэрол повторяет историю другого капитана, киновселенной Марвел, Стива Роджерса. Нам показывают, как в ее руке появляется светящийся сгусток энергии. Очевидно, тут мы видим последствия ее облучения и первое использование ее новых способностей. Как мы знаем из комиксов, ее ДНК изменил психомагнетрон. Вероятно, в киновселенной все будет несколько иначе, но факт того, что она получит дозу сверхъестественной энергии, остается неизменным. Далее мы как раз-таки увидим эту сцену. Затем мы видим, как ей промывают мозг с помощью какого-то инопланетного устройства. Возможно, в этот момент в киновселенной она и потеряет свою память. Конечно, трудно сказать, кто и зачем это делает с ней, но судя по цвету интерьера этого помещения, кажется, что это корабль Кри. Так что, возможно, кто-то из ее злодейского отряда делает из нее верного и бескомпромиссного воина. И мне кажется, что это Ронан, возможно, узнав о приобретенных Кэрол способностях, решил завербовать ее в свой элитный отряд Star Force. Мы видим, что промывка прошла успешно, и уверенная и безэмоциональная, как и все Кри Кэрол, уверенным шагом направляется к своему кораблю. Но и следом нам показывают Джуда. Он тоже чем-то очень взволнован. Ну а судя по его окружению, кажется, что он на том же корабле, где только что Кэрол лишилась своей памяти. Неизвестно только, причастен ли он к этому. Несмотря на то, что в официальном касте картины роль Джуда указана как Доктор Лоусон, который по комиксам был Марвелом, тем не менее, в киновселенной он может сыграть другого персонажа, взявшего себе имя Лоусона. Так как Капитан Марвел достаточно яркое и запоминающееся имя, которое несет в себе название студии Марвел. И не исключено, что для того, чтобы зрители, незнакомые с каноном, не запутались, Марвел и вовсе исключат из киновселенной. И вместо него на экране мы увидим его заклятого врага, Йон Рога. Именно он по канону стал виновником трансформации Кэрол. Роль Джуда таинственным образом не оглашалась публично. Даже сам актер на вопрос, сыграет ли он Марвел, ответил, что, судя по всему, да, но я не могу ничего подтвердить или опровергнуть. Так что, вероятно, этот твист нам не станут раскрывать до премьеры фильма. Затем снова идет череда очередных флэшбеков, в которых Кэрол открывает глаза. Кстати, она как-то странно открывает глаза в трейлерах. Может быть, именно так, закрывая глаза, она будет погружаться в чертоги своего разума, вспоминая свою прошлую жизнь. И после этого мы видим, как создатели этого трейлера обыгрывают современные тренды кинематографа на увеличение числа женщин-супергероев. Толерантность. В следующем кадре мы видим наших долгожданных рок-звезд, Скруллов. А вот далее очень интересный кадр. Капитан Марвел бьет старую женщину по лицу. Как я уже говорил, вероятнее всего, это женщина Скрулл. Ну а если нет, то это будет очень смешная сцена. Ну или очень грустная. Но интересно в ней не это. Обратите внимание на схему метро позади Кэрол. На ней можно заметить зеленую ветку. Так вот, зеленая ветка Лос-Анджелесского метро была построена в 1995 году. Так что Кэрол вернулась обратно только позже 1995. Но если обратить внимание на название магазина Блокбастер Видео в начале этого трейлера, то факт того, что это 95-й становится налицо. Ведь в 1996 году название магазинов этой сети было изменено на просто Блокбастер. Я попытался определить, в какое время происходят события во флешбеках. Судя по тому, что на вооружении явно F-16 CD, чей первый полет состоялся в 1991, то кажется, что это как раз таки период между расформированием командования ВВС США в 1992 и постановкой на вооружение этой модели в 1991. Так что получается, что Кэрол отсутствовала целых 4 года. И раз уж мы вернемся в 1991, то очень вероятно, что в фильме мы действительно увидим убийство Говарда Старка. Затем, после взрывного появления Ронана в позе Кайла Рена, мы видим, как наш старина Фил Коусон наконец-то снимает свои очки. И для меня, честно говоря, это тоже достаточно приятный момент. Дело в том, что в своем самом первом видосе из серии «Что было не так в фильме», я как раз таки говорил, что Коусон в темных очках ночью – это фейл. Коусон в темных очках ночью. И теперь он снимает свои очки в яркий солнечный день. Конечно же, Кларк Грег еще не настолько старый, чтобы использовать компьютерную графику для его омоложения. В отличие от Сэма Джексона, которому в этом году уже исполнится 70. Да и его, по сути, не так уж сильно изменили, ведь красавчик Сэм всегда в одной паре. Мы видим, что Коусон в молодости носил чуть более дерзкую прическу, но все так же хмурил брови. Судя по парковке, он приехал к магазину блокбастера вместе с Ником, чтобы своими глазами увидеть пропавший на 4 года Кэрол. Так что, вероятнее всего, Фил также будет замешан во всем происходящем фильме. В следующем кадре мы видим Ника в каком-то странном месте. Это помещение похоже на какую-то лабораторию или на космический корабль. Обратите внимание на фиолетовый цвет интерьера этого места. Как и в случае с киновселенной Шьяма Лана, в этом фильме две воюющие стороны разделены военными цветами. Зеленый цвет армии Кри и фиолетовый цвет армии Скруллов. Так что кажется, будто это корабль армии Скруллов. Но что Ник Фьюри делает с ними? Возможно, работа на Талоса приведет его к их главному командному пункту. В следующем кадре мы видим, как он печатает на пейджере, что цель с ним. Трудно сказать о ком он, особенно учитывая, что какое-то время Ник будет работать на Скруллов. Ну а вспоминая сцену после титров Войны Бесконечности, кажется, что этот пейджер связан с Кэрол. И именно ей он и отправляет это сообщение. Ну и следом мы видим отряд Старфорс во время одной из миссий. Вероятно, это та самая миссия на планете Торфа, о которой говорил портал Entertainment Weekly. В кадре можно разглядеть их дыхательные устройства, видимо, сделанные по той же технологии, что и скафандры Стражей. А также боевые шлемы, которые выглядят уж очень канонично. В следующем кадре мы можем разглядеть шлем Капитана Марвел вблизи. Такой дерзкий дизайн с ирокезом и светящимися глазами моментально добавляет Кэрол брутальности, делая ее похожей на Темного Рыцаря. И этот дизайн практически полностью был перенесен со страниц комиксов. Затем мы видим, как Кэрол встречается с каким-то персонажем злодейского вида, сжимая кулак в новой красной перчатке. Который моментально говорит нам о том, что Кэрол получит свой каноничный красный костюм, который будет говорить о том, что она очень особенный воин. Как вы видите, этот костюм отличается от зеленой брони Кри. И по комиксам красный костюм Марвел получил от высшего разума, коллективного сознания Кри, в знак отличия. Высший интеллект вряд ли появится в киновселенной, но не исключено, что и этот красный костюм достанется Кэрол в знак отличия от воинов Кри. Трудно сказать, с кем именно она встретилась, получив свой каноничный костюм, но судя по тонам его одежды, она чем-то похожа на униформу Щита. Но учитывая, что Скруллы попадут в эту организацию, не исключено, что это Скрулл. Ну и в самом конце этого трейлера мы видим, как она в каком-то помещении, напоминающем отсек космического корабля, показывает нам свою невероятную силу. Кстати, по комиксам история способностей Кэрол достаточно запутанная, но на страницах 164-го выпуска Uncanny X-Man Кэрол познала истинную мощь своих способностей, назвавшись двойной звездой, или Байнери. Но теперь давайте вспомним все, о чем я уже вам рассказал, и попытаемся представить себе полную картину. Кэрол Денверс с детства мечтала о полетах. Она поступила в военную академию и затем на службу ВВС, но в 91-м году таинственным образом исчезла, вернувшись на Землю спустя 4 года. По комиксам у Кэрол был роман с Воителем, однако раз уж в киновселенной единственным, кто оказался связан с Кэрол, был Фьюри, то есть огромная вероятность, что до того, как Кэрол пропала на 4 года, у них были отношения, и Кэрол вполне могла пропасть во время их совместной операции по устранению инопланетной угрозы, которой был Ронан. Как уже стало известно, Ронан будет пытаться изменить нашу планету, для того, чтобы сделать из нее базу военных операций Кри, как и было в серии комиксов «Война с Круллов и Кри», на которой и основан этот фильм. И мне кажется, что это будет происходить в том прошлом, которое будет пытаться вспомнить Капитан Марвел, так старательно закрывая глаза. Возможно, Ронан, решив сделать из нашей планеты базу военных операций, начал треформировать Землю с помощью мощнейшего энергетического устройства. И ЩИТ вместе со старой командой супергероев и двумя лучшими агентами, ником Фьюри и Кэрол Денверс, пытались остановить его, даже не подозревая в том, что все их операции руководит Скрулл Талос. Скруллы тоже хотели сделать из Земли свою военную базу, поэтому, используя свою маскировку, они тайно управляли событиями в интересах своей расы. По канону, Ронан начал изменять планету Северного полюса, и посреди ледников появился оазис из доисторического времени нашей планеты. На кадрах из трейлера мы как раз-таки видим Кэрол посреди какой-то безжизненной местности, которая вполне может быть таким полигоном, созданным Ронаном. Во время сражения с Ронаном, Кэрол пыталась уничтожить это устройство, пожертвовав собой, но не погибла, а была облучена его энергией при взрыве. Трудно говорить о природе этой энергии, но учитывая, как старательно Марвел вводили квантовый мир и квантовую энергию, кажется, что изменение мира в киновселенной вполне себе подходит под способности квантовой энергии. Ронан, лишившись своего устройства, покинул Землю, но прихватил одного из лучших воинов. Смелую и отважную Кэрол, готовый пожертвовать собой ради спасения своей планеты. Он промыл ей мозги и сделал членом своего отряда. И только лишь спустя 4 года, попав на Землю, Кэрол начала вспоминать все эти события. Но об этом мы будем узнавать порционно, ведь первый акт фильма определенно будет посвящен инопланетным будням отряда Star Force, пока одна из миссий по поиску Скруллов не приведет ее на Землю, где она начнет вспоминать свою прошлую жизнь и, наконец-то, вспомнит свое альтер-эго. Если, как и по канону, Кэрол и Капитан Марвел – это два разных сознания, которые заперты в одном теле и меняются, как Халк и Бэннер, то, вернув свою память, Капитан Марвел сможет уйти в чертоге разума Кэрол, и это тоже важно. Ведь по комиксам Капитан Марвел слился с Риком Джонсом, и их сознание также чередовалось, только они могли общаться друг с другом. А дело в том, что Марвел уходил в негативную зону, каждый раз, когда ударял своими браслетами, и вместо него появлялся Ри. Как мне кажется, эта идея вполне могла перекочевать в киновселенную Марвел. Капитан Марвел могла уйти в негативную зону, которой вполне может стать квантовое измерение, и именно там она и была все это время, пока Ник Фьюри не вернул ее, показав ей знакомый символ. Ну а как вы думаете, стоит ли нам ждать появление новых Старых Мстителей, а также будет ли у героев фильма роман? Пишите свои ответы в комментариях, и не забывайте поставить свой инопланетный лайк, если вам понравился этот видос. Ну а если вам интересно узнать, что находится на полке позади меня, то заходите в мой инстаграм и смотрите закрепленные в профиле сториз. Деревянные значки двух наших каналов, это Майлзовой о путешествиях и Казы Крэп мой, собственно, для которого этот фон и делался. Так, ну тут God of War непройденный, моя любовь к детству. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, и я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Кадакура, мы режем киноленты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok